Я Сергей Никольский. Рассказываю о голландских картинах Золотого века и сегодня о натюрмортах с цветами. В цветочных натюрмортах у меня два удивления. Первое – это банальная композиция. Ставили художники по центру холста в вазу с цветами, а наверху забабахивали как можно больше ярких пятен. Впрочем, не только голландцы были такими, в других странах то же самое, да что говорить, уже 400 лет художники не могут вылезти из этого шаблона. И второе удивление – таких букетов, как мы видим на старинных картинах, никогда не было на деле. Никогда не стояла вся эта роскошь в вазах, кувшинах, корзинках. Цветочное великолепие на холстах и панелях художниками нафантазировано. Почему голландские букеты с картин невозможны? Ну, просто. Цветы цветут в разные сезоны. Например, тюльпаны с розами не совпадают по времени, никогда они не соседи. Было бы, конечно, красиво, но подобное будет лишь в раю, где в те цветы радуют одновременно. Ушлые же художники, чтобы помпезность зашкаливала, а покупатель покупал, писали поздние астры и ранние нарциссы в обнимку. Одних нарциссов было недостаточно. Но не только в этом выдуманность и невозможность. Архитектура большинства букетов неосуществима. Потому что флора живая, бывает, что она растет худосочной, низкой, иногда цветет через силу, живет по-своему, а не как хотел садовник. Потому что современные сады Семирамиды, где красота должна быть гарантирована, цветут и плодоносят пионами из бумаги и лимонными деревьями из пластмассы, которые, в отличие от настоящих, никогда не подведут. А вот у голландцев, посмотрите, какая красота. И вот чтобы букеты или гирлянды были в точности, как на старых картинах, надо через каждый живой цветок пропустить мертвую проволоку, подходящую ее изогнуть. Лишь тогда зрителю равномерно и с наилучшей выигрышной стороны станут видны все прекраснейшие маки, тюльпаны, розы, рябчики, лилии и прочие актеры. Но проволоки у голландцев не было, и они все это выдумывали. И, наконец, третья невозможность голландских букетов. Цветы были безумно дороги, особенно те, которые показаны на картинах. В голову не могло прийти практичному голландскому миллионеру срезать драгоценные тюльпаны и поставить их в вазу, где они завяли бы через пять дней. Нет-нет-нет-нет-нет, пусть они цветут в обожаемом садике и радуют глаз две недели, если весна холодная, и неделю, если весна теплая. И как-то было неудобно отпускать обычно бедного художника к цветам, которые стоят десять его годовых заработков. И это не преувеличение. Нет, как-то не подходящее. Поэтому, поэтому букеты выдумывались. Голландскую школу живописи словно придумали нарочно, чтобы показать революцию, которая произошла в искусстве Европы 17 века. Тогда явились жанровые картины, пейзажи, натюрморты и натюрморты с цветами. В 15 и 16 веках букеты на картинах мелькали редко. Иногда их писали на образах рядом с Девами Мариями. Там в вазах цвели лилии и ирисы. Даже самый первый европейский чисто цветочный натюрморт кисти Мемлинга, где кроме цветов ничего постороннего, совсем не натюрморт, а внешняя створка триптиха с Мадонной. Так что на деле кувшинчик с цветочками получил там не главную роль, а второстепенную. Когда триптих открывался, цветочный натюрморт вообще исчезал. Однако для нас тут важно, что если писали букеты в вазах, значит они и в жизни встречались. Значит люди могли их опознать, такие или сякие, но существовали они на самом деле. Ну и тут задача художника была понятна. Похоже написать белоснежные лилии, которые символизировали чистоту Марии. Еще появлялись букеты на картинах с изобилием. Изобилием невозможным и придуманным. Воображаемые кухни или овощной лавки одновременно громоздились, помимо прочего, несовместимые и разносезонные виноград и земляника, фантастические горы прочих фруктов-овощей. И для пущего излишества писали там и цветы в вазе. Вот уж ни к месту, так ни к месту. А все потому, что художник не фотографировал магазин или рынок, а надеялся соблазнить покупателя картины бесконечным перечислением фруктов, ягод, овощей и прочего богатства. Изобилие с роскошью с тех пор стало традиционной темой натюрморта. Еще цветы в вазах встречались на картинах с кабинетами редкостей. Картинами, где счастливые владельцы хвастались своими драгоценными ракушками, картинами, штучками и вещицами. Кроссопе редкостей присосеживались букетики или букетища с розами и тюльпанами. Ракушки, которые тогда собирали многие, потом станут чисты и на чисто цветочных натюрмортах. Одна редкость тянула за собой другую. Еще букетами на картинах и гравюрах напоминали о скоротечности жизни. Мол, цветы увянут, и ты, зритель, тоже увянешь, умрешь, не миновать тебе. Клеймили цветами за гордыну. Изображали молодую женщину, довольную собой, в нарядах, драгоценностях и у зеркала. Сбоку ставили вазу с цветами, то есть нечто дорогое, расточительное. А на стенке крупными буквами писали «Супербия». Латинское название этого страшного смертного греха. Изредка там и здесь мелькали орнаментальные изображения цветов в вазе. Узнаваемый контур, обычно стилизованный, встречается на мебели и в дизайне ювелирных украшений. А теперь остановитесь, отступите в сторону и оглядите все эти примеры разом. Букеты были курьезом из кабинета редкости, символом причистой девы, осуждаемой роскошью и еще частью многообразия мира. То есть цветы это незаурядно, необычно, не ежедневно. Как не похоже на обычные розы, которые я покупаю в соседнем магазине, за 5 евро. То есть сейчас цветы стали рутиной, а когда-то гремели ого-го. Совсем-совсем иногда букеты возникали и на обычных портретах. Причина их появления там туманна. Возможно, цветы на портретах это изображение желанного и достигнутого, или наоборот, недоступного и мечтаемого богатства. Как вот на этом групповом портрете, где виден и не существующий тогда почти ни у кого в Голландии мраморный пол, многими вожделенная, но опять-таки почти ни у кого не имевшаяся в то время сложная люстра и прочие предметы настоящей и нафантазированной роскоши. Чаще нам не понять, зачем этот атрибут цветы был выбран заказчиком портрета. А когда пытаются объяснить, выходит глупо. Например, про дюреровский портрет Эразма болтают разное. Мол, любил Эразм прекрасное, потому дюрер украсил его рабочее место фиалками и ландышами. Подобным способом сигнализируя миру о хорошем вкусе своей модели. Другие ученые голосуют, что букет на гравюре напоминает, что мы все умрем. А третьи уверены, что ландыши говорят о чистоте ума Эразма, а о фиалке там просто так. Ну, кстати, про третий цветочек в Азии нигде вообще ни звука. Словом, никто не знает, но все болтают. Теперь про голландские натюрморты с букетами. Надо бы понять, зачем художники их писали. Что совершенно точно, они не были вдохновлены натурой. Что такое вдохновиться натурой, объясню это на примере ведут городского пейзажа. Художники пишут город, и кому-то нравятся маленькие переулочки, кто-то хочет написать садик в окружении больших кирпичных домов, кто-то широкий проспект, кому-то вообще милы бетонные панельные коробки и индустриальные пейзажи. Но вот представьте, что все эти художники, пишущие город, начинают писать королевские дворцы. 90% художников. И ничего другого. Мраморные колонны, роскошь, при этом сами они в большинстве своем этих дворцов никогда не видели. И вот то же самое случилось с художниками, которые писали цветы. То есть вдохновения никакого тут не было. Это что-то иное. Голландских живописцев не интересовали растения, которые были у них под ногами. Все эти одуванчики, подорожники, лопухи и прочие банальности. На картинах главными героями должны были быть чудеса и разбухшая красота. В букетах, конечно, часто красовались и знакомые цветы, если они считались красивыми и достойными внимания. Садовые розы, лилии, ирисы, ну и даже шиповни. Простенькие лютики, цветочки иногда сподавливались, но на вторых или третьих ролях. Например, водосбор, который еще называют колумбиной или аквилегией, и несколько других счастливцев. Но ни одного подорожника среди роскоши букетов не найти. Редкие одуванчики там всегда унижены. Вот один такой бедняга на букете Яна Брегеля-старшего. Еле заметен и вообще сбоку припека. А ведь если взглянуть трезво, одуванчики вполне цветные, и листья у них узорные. Ах, оставьте вашу будничную узорность и сермяжность. Никого не тянули к себе ритмы, которые были в природе и в натуре. Букеты должны были быть экзотичными, напыщенными. Ради этого их и желали-хотели. Поэтому у многочисленных голландских цветов, особенно в начале века, неправильный масштаб. То есть реальные размеры не соблюдались. Когда тюльпан был Дэнди, на картине он оказывался в два раза крупнее, чем ему причитается. И эта придуманность исключала изображение реального пространства, освещения, настоящего объема букета, попадания в тон, потому что все это можно увидеть и изобразить. А придумать такое затруднительно. Изображение цветов с натуры тоже было в Европе известно, но не прижилось. Вот созданное застолье до голландских фантасмагорий акварель Дюрера, ну, приписывается ему, великого реалиста и непревзойденного рисовальщика. Голландцы же писали не сами цветы, а совсем другое. Они изображали роскошь. Не простые тюльпаны, а самые дорогие, пестрые. Не одуванчики, а недавно открытый и модный императорский рябчик. Голландцы писали идеал красоты, но понятые по-простецки, где чем больше красного, тем лучше. Был, конечно, важен и декоративный момент. Картины с цветами хорошо украшали и хорошо украшают стены домов. Я уже говорил, что первый из сохранившихся отдельных цветочных натюрмортов не такой уж и отдельный. Это часть триптиха. Чтобы появился жанр букетов, надо было ждать еще полвека. Но и дотерпев до нужного срока, мы картин не найдем. Все они пропали, но их упоминает Мандер в своей книге о живописи. То есть они были. Однако же есть и счастливое исключение. Лудгеру Том Рингу-младшему, родившемуся в 1522-м и умершему в 1584-м году, это 16-й век, приписывают сейчас целую дюжину вас и кувшинов с ирисами, лилиями, нарциссами и прочими красавцами. Том Ринг был не голландец, а из Вестфалии, но жил от низких земель недалеко, в Мюнстере, а цветы свои вообще писал в Антверпене. Словом, варился он в том же самом нидерландском котле. И вот его картина. Станковая ли эта картина? Дверца ли от аптечного шкафа? А сейчас ученые думают и так, нам не узнать. Будем считать ее тем, чем она предстала сейчас, одним из первых цветочных натюрмортов. Изображение это простое. Нынче такие называют примитивом. Но художник старался. Выписал веревку, в которой букет перевязан. Написал отражение ножки кувшина на круглой глазурованной поверхности самого сосуда. На листьях не забыл про жилки. Живопись эта недалека от графики. Каждая деталь обведена, а потом закрашена. Нарциссы тут экзотика. Их привезли в Европу в середине 16 века. И невиданные цветы сразу же угодили на натюрморт. Такой подход не изменится и через 100 лет. Художники будут почти всегда писать на картинах с букетами редкое и экстраординарное. Как и у Том Ринга, столы 17 века усеют листья растений, лепестки или случайно упавшие цветы. Впечатление, что художники стремились к одному и тому же. Показать роскошь и редкость, а натюрморт со временем усложнялся чисто механически. У Том Ринга в этом кувшине три вида цветов, а через 100 лет на обычном натюрморте зацветут в полную силу 20 и 30 видов. Руланд Саврей втиснет в одну картину 63 вида цветов, Ян Брегель и того больше. И лишь много позже в поисках оригинальности художники начнут писать и наоборот всего лишь один цветок в целой вазе. Считается, что цветочный натюрморт своей популярностью обязан всеевропейской моде на сады и садики, которая появилась в 16 веке. Вероятно, ну и несомненно, что одной из причин популярности стала еще и декоративность этих картин. Старинные панели с букетами и сейчас будут шиком любого интерьера. А в 17 веке, когда анилиновые красители, которых у нас так много, еще не были изобретены, мир был темным, мир был сероватым, и эти картины, должно быть, блестели, сияли, как драгоценные камни. Яркость выделялась, манила и стоила денег. При большой популярности цветочного жанра было произведено сравнительно мало гравюр с цветами, потому что черно-белый оттиск с гирляндами и тюльпанами никак не мог заменить яркость, ради которых цветы и писали. Первые голландские букеты были обычно симметричными, маленькие панели, редко больше, чем 60 на 40 сантиметров, равномерно и почти полностью, на 80% заполнялись цветами. Эх, скажешь слово, а оно проскользнет незамеченным. Я сказал симметричные букеты. Это значит, что от букета до левого и правого края картины то же самое расстояние, что главные цветы сбалансированы по осевой линии. Вот только вдумайтесь, симметрия в живописи противопоказана, она ей противоречит. Орнаменту симметрия необходима, для архитектуры хороша, а для станковой живописи яд. Живопись обязана играть, дрожать и искать сбалансированность где угодно, но никак не в симметрии. И что это за 80% заполнения холста? Это вообще похоже на ростовский поднос, а не на живопись. Но это было только сначала. Потом голландские художники от этой равномерности и симметрии все-таки отказались. Маленький размер панели диктовался экономией усилий художника. Попробуйте написать картину размером метр на полтора со всеми этими микроскопическими деталями, усики у жуков, капли росы, отражения. Замучаетесь сначала, а потом не найдете ни одного покупателя, который сможет достойно оплатить ваш труд. Вот картины и были маленькими. Еще на первых натюрмортах цветы ни в коем случае не заслоняли друг друга, чтобы ни сантиметр красоты не пропало просто так. Ну и писать так было проще. Как я говорил, аранжировка листьев и соцветий была нереальной. Ты не могла быть реальной. Букеты с натуры не писали никогда. Главная идея цветочного европейского натюрморта XVIII века выражается одной фразой «Сделайте мне богато!» Ранние голландские панели оставили сдержанного и наивного Том Ринга далеко позади и расцвели десятками ирисов, роз и ландышей. Пламандские картины пускали пыль в глаза не хуже голландских. На протяжении века в дорогих работах появлялось все больше деталей, многочисленные виды цветов, бабочки, былинки, ползущие по стеблям гусеницы, больные листья с дырками, ракушки, прожилки, мошки, мушки, мышки, блики, роса, муравьи, а художники писали их все искуснее и тоньше. Натюрморт пропитывался обильным потом живописца, как и любили голландские покупатели. Не все было художникам одинаково мило. На листья всегда обращалось меньше внимания. Ну, понятно, они же ведь не цветные. Никакой символики в цветочном нотюрморте, если это не ванитас, не было. Про ванитас я уже говорил, и возвращаться к этой теме здесь не буду. Итак, первые голландские букеты потерялись и до нас не дошли. Вот от Элия Саферхулста остался единственный оттиск гравюры, сделанный с одной из его картин. Главный же ранний голландский букетных дел мастер, картины которого сохранились в немалом числе, это Амброзиус Босхард Старший из Антверпена, убежавший от испанцев на север и живший в Миддлбурге. Сохранилось около 50 его натюрмортов. Три его сына стали художниками и тоже писали цветы, но были у него и другие ученики, вы видите одну из его картин. И теперь вопрос, как запомнить его имя Амброзиус Босхард Старший. Профессиональный искусствовед, который занимается голландской живописью, помнит 500-600 имен художников и знает, что они писали, помнят их картины. А вот зрителю имя это все-таки не нужно. Художника надо запоминать, когда он сильно понравился. Здесь лучше всего запомнить город, в котором он писал свои картины. Миддлбург, столица провинции Зеландия. Что интересно, в этом городе поселилось много художников, которые убежали от испанцев, когда шла 80-летняя война за независимость, и все, почти все они писали букеты, цветы. Вот у меня есть книжка «Мастера Миддлбурга», и если мы посмотрим, то 90% вероятно картин, которые представлены были, это цветочные натюрморты. Если вдуматься, то удивительно. Какое разделение труда. Сидят художники, пишут букеты, 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 продают по всем соединенным провинциям, а если получается, а получалось и за границу, в другом городе Нидерландов, живут художники, которые пишут пейзажи, 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 и тоже продают их повсюду. Где-то пишут жанровые сцены, а где-то исторические картины. Разделение труда, как на современном производстве. Именно производстве. Искусство здесь, искусство здесь другое. Это 17 век. И живопись совсем не похожа на ту, которая у нас сегодня. Профессия переходит от отца к сыну. Если кто-нибудь хочет научиться писать букеты, марш в Зеландию, марш в Миддлбург. Все изображенное у Босхарта Старшего, каждый цветок, листья, веточка розмарина, стрекоза, роспись вазы, написано с одной и той же степенью старательности и прорисованности. Нет никаких предпочтений и, в общем-то, никакой мысли. Не найти ни источника света, ни пространства, ни глубины. Написано равномерненько, эсимметричненько, однако же и в шарме наивного искусства картинам этим не откажешь. Подобная однородность у него и у других ранних мастеров на всех работах. Кажется, что художник автоматически вглядывался в свои образцы, наброски или гравюры, воспоминания или, об эскизах цветов я скажу позже, и механически воспроизводил каждый на его традиционном месте. До Босхарта не старался сделать каждую картину особенной. Часто по несколько раз он раскладывал один и тот же удавшийся пассианс с цветами на панелях одного и того же размера. Получалось богато, ну и относительно быстро. Надо привести и другой тип картин Босхарта, где светлым фоном служит пейзаж, совсем как у Элиса Ферхулста, такие картины художник стал писать в последние годы жизни. Манера веселая и декоративная. Картины подойдут любому современному интерьеру. Вот фрагмент, чтобы стала понятной скоропись и простота. В 2-3 приема, чтобы слои краски просохли, быстро писалась по накатанной схеме, без лессировок и раздумий. При всей кажущейся сложности такие букеты производились за несколько дней. И вот приведенный здесь букет из музея Маррицхейс в Гааге самая знаменитая картина Босхарта. На самом деле это видео не про цветы, а про художественную задачу. Понять, что художник хотел, к чему он стремился, можно, сравнивая его картины с другими школами живописи или даже с другими временами. Посмотрев на множество голландских и других букетов, понимаешь, что цветочный натюрморт хорош, когда он один. Когда же много таких картин собрано вместе, начинаешь недоумевать из-за одинаковости. Например, меня дергает, что в 17 веке большей частью букеты вертикальны. Горизонтальных, расползающихся, поставленных две или три, или сколько угодно вас, на разных уровнях, практически не найти. Эй, почему у вас все в одном формате? Через пару сотен лет научились писать по-другому. Композиция. Всегда, всегда, всегда мы видим букет по центру картины. Сначала было наивно по центру, во второй половине века тоже по центру, но там дорогие художники хотя бы заботились о динамике деталей. Нет, не только голландцы без фантазии. 400 лет оттикало, а художники упорно ставят цветы по центру и ожидаемо получают не менее скучный результат. Никто в 17 веке не искал ритма или подчеркнутой рельефности. Никто не стремился отказаться от стандартных решений и вырваться куда-то в неведомое. Помилуйте, какое неведомое, когда мастер делает десятую копию одного и того же букета, а его сыновья в Миддлбурге продолжают дело отца. Никого не зачаровал узор листьев и просто зелени, даже такой ритмически организованный, как папоротник. Вот он на картине. А, не нашли? Я помогу. Вот. Ну и как? Использовали его декоративность? Нет. Позже листья начали писать точнее, сначала же на них и внимания никто не обращал. А в старинных букетах зелень это всегда актер второго плана. Ни на одной картине не будет какой-нибудь кипы цветов. У букета не будет реальной формы. Вы не увидите на картинах сухих роз и увядших тюльпанов. Нет. Траченные гусеницами цветы там есть. Какие-нибудь растрепанные тюльпаны тоже есть. Все это прилично, все это стерильно, все это подконтрольно. Все это никак бывает на самом деле. Не помню такого, чтобы художник, вернее покупатель, заинтересовался чем-то скукоженным, сухим и попросил живописца это ему изобразить. Такого не было. Такое появится потом, во время Ван Гога. Те голландские цветочные натюрморты это такой портрет орденоносца, где у него накители полный иконостас. Вообще удивительно это однообразность живописного подхода. Если в пейзажах было все-таки несколько направлений, какие-нибудь ночные, речные, тщательные, лихо сделанные с высоты, то все цветочные натюрморты более или менее это одно и то же. У картин с розами и тюльпанами одна тональность. Иногда побогаче, иногда поскромнее, но одна. Даже цвета и колорита в старинной цветочной живописи не найти. Нету игры с красками, нету, например, только синих букетов или только розовых. Цветы из букета не вырываются, тут надо отдать голландцам должное, но они в общем-то не сгармонированы. Как высыпать на стол цветные стеклышки? Будет красиво, но работы художника, мысли художника тут не найти. Иногда иногда все же попадаются картины исключения. Вот такая, где лепестки лишь красные и синие. Зелень тут почернела и выцвела, но все равно здесь начало мыслей о цветовой гамме. Но на этих исключениях проблеск интереса к цвету и заканчивается. Это чистые случайности, художникам неосознанные и неоцененные. 17-ти вековые люди наивно полагали, что главное достоинство натюрмортов с цветами это количество. Чем больше цветов, тем лучше. Картина с 20 цветами лучше, чем с 10, 40 лучше, чем с 20, а 100 это вообще мечта. Дерзания художника выражались длиною списка цветов. И вот пример. 28 видов растений, которые мы находим на одной из картин кисти Роланда Саврея 1609 года. Анютины глазки, щитовник мужской, водосбор, кандык собачий зуб, барвинок большой, роза альба, чистотел большой, фиалка полевая, огуречная трава, рябчик шахматный. Первая десятка. Вторая десятка. Дамасская роза, ползучий лютик, турецкая гвоздика, нарцисс букетный, нарцисс поэтический, ирис бледный, аяксовая сакирки, армянский тюльпан, колцедонская лилия, неопознанный зонтичный цветок, гибрид германского ириса, широколистый чабрец, синюха голубая, садовая гвоздика, зорька обыкновенная, ветреница корончатая, колокольчик, шиповник. Длинная долга, правда, поблагодарите меня, что я здесь не привел художественные задачи, как мы их понимаем сейчас, заменил каталог Флоры. Словно раздобыв стандартный набор стикеров с ирисами, розами и жуками, они, живописцы, а не жуки, пускались клеить приобретенные картинки на поверхность панелей. Вот все букеты и выходили близнецами. Лишь усидчивостью работы и разным расположением этих нашлепок отличается картина одна от другой. Во второй половине века художники начнут заботиться еще о паре вещей, но это будет потом. Покупатели требовали цветочные натюрморты, художники их производили, и как же это делалось? То было поточное производство, где художник и его рабочие без конца повторяли картины, которые стали лидерами продаж, или же составляли новые коллажи, пользуясь своими немногочисленными набросками и эскизами, зарисовками с картин других художников, гравюрами и наработками. Одну и ту же композицию штамповали много лет подряд. Вот букет кисти Восхарта-старшего, датированный последним годом его жизни, 1621. А вот почти идентичный близнец, где желтый ирис и пестрый тюльпан просто поменялись правым и левым местом, а бабочка слетела с розы на столешницу. Ну, есть там еще пара-другая небольших различий. Но все главные игроки удерживают свои позиции. Размеры этих картин похожи. Первый букет 34 на 23 сантиметра, а второй 32 на 22 сантиметра. То есть неточное калькирование, да и не нужно было точное, это у человека чуть измененный рисунок ноги делает ее переломанной. А у цветка лепесток туда, лепесток сюда ничего не меняет. Вообще потому цветочные букеты были так удобны для копий. Даже криворукий подмастерье мог справиться. Студя по всему, вот этот букет из Вашингтона это последняя картина Босхарта. Говорят даже, что именно та самая, которую купили у него за тысячу гульденов, огромнейшая сумма, и которую он сам повез заказчику в Гаагу, где и умер во время визита. После смерти художника его мастерская продолжила тиражировать необычайно удачную тысячу гульденов композицию. Вот пара достойных копий, сейчас их местонахождение неизвестно. Вот дешевая копия плохого качества, где цветы обведены жирной черной линией, чтобы рабочий, закрашивающий краской лепестки, мазал правильно и безбоязненно. И вот другая копия, подписанная 1627 годом. Прошло шесть лет после смерти Босхарта, но дело его не умерло. И старые композиции его по-прежнему продавались на ура. Все букеты приблизительно 33 на 23 сантиметра. И происходят из мастерской Амбродиоса Босхарта-младшего, сына. Это только сохранившиеся варианты, вероятно, их было гораздо больше. И здесь еще будет удобно, как художник использовал одни и те же мотивы в разных своих картинах. Посмотрите на эту розу с оттопыренными лепестками. Хорошо узнаваемый ее профиль годами путешествовал с одной картины Босхарта на другую. Смотрит она то влево, а то вправо. Не суть, потому что калька одна и та же. Вот наша знакомица смотрит направо, вот опять направо, на похожей, но все же отличающейся от первой картины 1619 года. Тот же самый год и та же самая роза, но антураж на этой картине из Лос-Анджелеса полностью изменился. Не сгинула роза и через четверть века после смерти Босхарта. Ее копировал и сын художника, и другие подражатели. Приведу одну такую с картиной середины 17 века кисти неизвестного мастера. Дожила эта роза и до 20 века, когда ее воспроизвели в одной из подделок. То есть столь прославляемой живописи с натурой не было и в помине. А в живописи с натурой что главное, увидеть новое в чем-то знакомом. Или же наоборот, увидеть незнакомое и разобраться с ним. Когда же одну и ту же розу копируют тысячу раз, то говорить о каком-то поиске о чем-то новом смешно. При этом, если нашу розу художник, хотя бы теоретически, мог зарисовать сам, мы не знаем откуда она, может с картины какого-нибудь другого мастера, то большинство растений художник сам никогда не видел и нарисовать с натурой их просто не мог. Итак, какие же эскизы были у художников, у цветочных художников? Дошло их совсем немного. Вообще-то наброски наверняка были, но вот сколько, мы не знаем. Пожалуй, много листов сохранилось лишь от Георга Флегеля, мастера натюрмортов, немца, работавшего во Франкфурте на Майне. Франкфуртская ярмарка была одним из центров, где торговали растениями, семенами, луковицами. Клегель сделал немало цветных эскизов, сейчас они хранятся в Берлине. Листы датируются вокруг 1630 года. Они пронумерованы, то есть это альбом для собственных натюрмортных надобностей. А другие мастера? Ну, например, у Яна Брегеля, цветочного, старшего, ни одного наброска цветка. Ни одного. При этом он убеждал всех своих заказчиков, всех покупателей, что он работает исключительно с натуры. У него есть два эскиза цветочной гирлянды и один эскиз натюрморта с цветами. Это не отдельное растение. Это эскизы целых картин. При этом раньше думали, что эти рисунки принадлежат другим мастерам. Это недавно их переатрибутировали. Да и рисунки эти сами не с натуры, а из головы. Это поиски композиции. То есть, вопреки своим утверждениям, Ян Брегель старший цветы с натуры никогда не писал, даже набросков не сделал, потому что художник он был все-таки успешный и дорогой, и должны были бы сохраниться наброски, если бы они существовали на самом деле. Вообще, мало чья работа с натуры в начале 17 века, я говорю про художников, которые писали цветы, задокументировано. Но как-то искусствоведы стесняются признать, что художники сами никогда не видели цветов, которые так здорово изображали. Искусствоведам это неудобно. Правда, у стыдливости это и бывает исключение. Так думают, что дельфский живописец Якоб Фосмайер пользовался самыми простыми гравюрами, черно-белыми, которые находил, например, в 884-страничной книге Гербарии Ремберта Додденса, выпущенной в Антверпене в 1583 году. Для примера я показываю здесь страницу с лилией и рябчиком. Рябчик это цветок, а не птичка, и речь об этом рябчике впереди. То есть набросков было скудно. Когда же наброски делали, они так или иначе сохранялись. Пусть немного, но сохранялись. Например, много листов с цветами сохранилось от знаменитого Яна Ван Хейсома, но он это уже не 17-й, а 18-й век. Приведу несколько его набросков, чтобы стало понятно, как зарисовывали цветы. Вот небольшие совсем листочки, быстро и мастерски сделанные акварели, где Ван Хейсом зарисовывает ракурс и настоящие, а не придуманные из вива лепестков. Наброски не на продажу. Это на самом деле подготовительный материал, причем очень высокого качества. Произведенная по трафарету красота идет вразрез с нашими представлениями о живописи. Я вернулся к ранним голландским художникам. Я все время про это говорю, но не потому, что у меня плохой характер. Характер у меня чудесный. Просто я уверен, что если мы не будем говорить и про хорошее, и про плохое, а только про шедевры и про гениев, то история искусства будет неинтересной, вообще это уже будет не история. Путь к нашему современному искусству был непростым и долгим. И вот это-то и надо показывать. И вот сравните кальки Босхарта-старшего с набросками Ван Хейсома, и вы увидите, как развивалось искусство. Вообще, восторженность, без которой сейчас не обходится ни одна выставка, ни одна монография может завести не туда. Например, вот натюрморт Якоба Фассмайера, которого я тут упомянул и натюрморт показал. Это натюрморт из Метрополитен. Когда обнаружилась копия этого натюрморта, то куратор Метрополитен, известный знаток голландской живописи Вальтер Литке, предположил, что Фассмайер написал парные картины. Мол, почти неотличимые образы висели в одной комнате и хитро вели диалог своей одинаковостью. Понятно, что, желая объявить родную Метрополитеновскую картину не штамповкой, а великим искусством, ему за это деньги платили, Литке, вопреки здравому смыслу истории и фактам, придумал такой постмодернистский рассказ о диалоге картин близнецов. Ну, потом нашли третью картину с тем же самым букетом кисти того же самого Фассмайера, о существовании, которое Литке просто не знал. Вероятно, была и четвертая, и пятая, такая, и десятая. И, уверяю вас, ни одна не вела никакого диалога, а все они были конверно произведены художником, чтобы заработать побольше и побыстрее. Вообще-то, если вдуматься, то непонятно, зачем отдавать пионерский салют каждой картине. Ну, вероятно, ученые-кураторы думают, что, прославляя ремесленные изделия, они берегут невинность музеев и частных собраний. Мне кажется, что рассказывать, как ремесло делалось искусством, а живопись сейчас стала искусством, гораздо интереснее и важнее. Мало того, что художники писали по трафаретам, они еще и думали одинаково. Впрочем, вряд ли их надо в этом винить. Заказчики, покупатели считали, что если у них картина не такая, как у соседа, то такой картины вообще не надо. Одинаковые мотивы лезут на нас со всех картин. Часто один тюльпан растрепан. Часто одна из роз круглая, как булочка, а наверху вздымается лиле у французов, а у голландцев чаще всего рябчик императорский. Тот самый рябчик, который венчает три приведенных панели Фасмайера. И вот здесь я покажу еще пять, хотя бы мог бы еще сто пять рябчиков кисти разных художников. Рябчик звучит красиво, но на языках чуждах нашему его величают еще звонче. Кайзерс Кроун, то есть императорская корона. И вот корона это с конца 16 века, 1592 год, самая ранняя картина с нею, гордо вздымается повсюду. Большинство художников цветок никогда не видели, с натуры его не рисовали, а механически втискивали сверху букета, потому что все кругом так втискивали. Первый пример фламандец Осиасберг старший, живописные шаблоны гранит не знали, их использовали и на севере, и на юге, где только можно. Следующую картину приписывали четырем разным художникам, последний из предположенных Бальтасар Ван дер Аст. То есть в 17 веке цветочные мастера за оригинальностью композиции не гнались. Рябчиков своих исправно ставили по центру и сверху, так что не просто сейчас решить, кто художник того или иного одинакового цветочного ансамбля. Следующая картина это Иоханнес Босхарт, сын Амброзиуса старшего, он учился писать у отца, располагать, копировать цветы тоже учился у него. Едем дальше, Ян Брегель младший многократно повторял, копировал себя и работы своего отца Яна Брегеля старшего цветочного. Вот один такой букет из полудюжин их похожих, а вероятно было их гораздо больше. Рябчик тут жидковат. Вообще, если бы в картинах с цветами оправдано было бы искать хоть какой-то символизм, то тайной полиции того времени следовало бы присмотреться. Речь явно идет об уменьшении императорской короны. Шли годы, манеры живописи могли быть непохожи, но куцая мысль с Рябчиком наверху была неизменной. Известный и достойный художник Рулан Саврей стремился делать свой букет особенным. Там 63 вида растений и 44 видов разных живых существ. Тем не менее, координаты Рябчика те же самые, а неподалеку виден и растрепанный тюльпан. Наш Рябчик показывает, что мысли живописцев и их задачи и на самом деле простенькие. Некоторые пытались чуть по-иному. Вот картина, приписываемая Анне Рейш. Поздняя картина, где Рябчик не посередине, а справа, ура, ура, ура. Правда, по-прежнему он гордо возвышается. А теперь само растение. Характер его художниками не совсем ухвачен. Ну, еще бы, цветка-то никто не видел. Настоящие Рябчики растут напрямом, как палка стебля, достигающим полутора метров, а на лепестках резко выступают прожилки. Точности у художников нет. Глядя на все эти нафантазированные из чужих слов и гравюр написанные цветки, вдруг понимаешь, что голландцы все же писали только реально существующее растение. Пусть даже и не видели их никогда. Характер всех цветов не зазорно было переврать, пропорции цвет тоже, но в природе где-то должен был расти прототип. Обязательно. Полностью фантазийной флоры в живописи голландцев не было. Чем больше писали цветов, тем больше становилось вариантов цветочных картин. Нет, букет по центру по-прежнему оставался главным генералом, но хотелось и чего-то другого. И появлялось разнообразие. Например, цветы располагали в корзинах, и тогда картины вытягивались в ширину. Скоро на картинах стали сочетаться с законным браком цветы и фрукты. Ракушки, которыми были усыпаны столы под букетами, иногда начинали доминировать, и тогда цветы отодвигались на второй план. Много было разного. Так что непохожее тоже понемногу появлялось. Например, начали писать цветы, растущие на фоне пейзажа. Эти картины стандартно украшались ящерицами, колючками, непривлекательными поганками, змеями и вообще всем противным, что можно было вообразить. Писали отдельные цветки, лежащие на столе и многое другое. Любой новый вид цветочного натюрморта сразу же из уникального становился обыденным. Впрочем, так было всегда и повсюду, в каждой живописной школе, в любом жанре. Здесь для примера я показываю несколько небольших панелей, где розы безутешно лежат лицом в столешницу. Или живот. Редкий тип натюрморта растущие тюльпаны. Сохранилось две таких картины. И здесь надо сделать тюльпанное отступление. Голландия знаменита своими тюльпанами. Бесконечные сувениры, парки, например, знаменитый Керкинхоф, цветущие тюльпанные поля. Началось это увлечение давно и, может быть, некоторые слышали про знаменитую тюльпаноманию, тюльпанную лихорадку. Когда тюльпаны вошли в воду и ими стали спекулировать. И так успешно, что цена одного цветка, одного тюльпана могла быть выше, чем цена городского дома. Узырь этот надувался, 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 и перед тем, как лопнул, несколько лет цены были фантастические. Максимально подтвержденная и исключительная цена за один цветок это 5200 гульденов за адмирала Энгхаузена. Такое случилось только один раз. Но чтобы тюльпан продавался за тысячу гульденов, было не часто, но бывало-бывало. Напомню, тут голландские цены. Заработок квалифицированного и дорогого ремесленника 300 гульденов в год. Очень богатого купца 3000 в год. Дом Герарда Доу в Лейдене 2000 гульденов. Огромный дом на престижном Казельхрахт в Амстердаме 10000 гульденов. И когда мы говорим про 1000 гульденов за цветок, то речь идет о хиллом стебельке, о цветочке, которая цветет две недели, если весна холодная. Эту историю про тюльпаноманию очень любили экономисты, потому что это такой первый пузырь цен. А в сенсационной мифологической версии пузырь надувался, надувался, надувался и в 1637 году лопнул и почти полностью разрушил голландскую экономику. Тюльпаны стали продаваться всего за 3,5% от прежней цены. Именно по этому новому тарифу можно было закрыть старые контракты. Но на самом деле экономика среди провинций даже не сотряслась, пострадали некоторые спекулянты, но это как если будут спекуляции в мире филателистов, то никакая экономика не рухнет. Кстати, даже производители и коллекционеры, настоящие серьезно не спекулянты, тюльпанных луковиц никак этого не почувствовали, потому что они занимались своими садами и садиками, а не пытались быстро заработать деньги. Искусство, кстати, тогда от этой катастрофы на рынке только выиграло, потому что известный художник Ян Ван Гоэн, забросивший за 3 года до того живопись и решивший разбогатеть, спекулируя тюльпанами, разорился и вынужден был вернуться к живописи. Другой возможности сводить концы с концами и выплачивать долги у него теперь не было. Умер он все равно в долгах, но картин написал множество. Когда началась тюльпаномания, то количество тюльпанов на картинах стало быстро увеличиваться. После краха рынка в 1637 году вообще жанр цветочного натюрморта потерял на 10-20 лет свою привлекательность и цветы в основном стали писать в южных Нитерландах, во Фландрии, а в Голландии цветочный натюрморт потом все-таки вернулся. Я делал это отступление, чтобы стало понятнее, что голландцы видели на картинах с букетами. Они видели там нечто обычному, смертному, недоступное, стоящее миллионы. Они видели там феноменальную роскошь, а после 1637 года, глядя на эти картины, они вспоминали цветочную истерику. Ну, а сами букеты по-прежнему были для обычного голландца недоступны. Рассказывать и слушать про все цветочные перипетии утомительно. Слишком много было таких художников. И все они были одинаковы. Кроме того, я говорил, что видео это не об истории букетов, а о задачах художника. Итак, после относительного застоя 30-х и 40-х годов 17-го века цветочный натюрморт воспрял и начал усложняться. Он поехал в ту самую сторону, куда двинулось все голландское искусство. В сторону тщательности, гладкости и тонкости работы. И мы говорим не о том, что мы ценим сейчас, например, о Рембранте, а мы говорим о том, что было востребовано тогда. А тогда стали необходимы паутинки, тычинки, росинки на картинах. Букеты усложнялись, цветы могли теперь заслонять друг друга, букеты даже обретали объем, как в той картине Анны Рэш, которую я приводил, и они стали более динамичны. Эмметрия по центру в общем-то исчезла. Вот еще один пример. Это простоватый, скучный и провинциальный Абрахам де Луз. И он здесь, чтобы показать, как средние руки живописцы мгновенно перестраивались. Когда симметрия надоела, повсюду начали писать несимметрично. Однако же во второй половине 17 века суть цветочной живописи не изменилась, а осталась той же самой «сделайте мне богато». только теперь богато означало тщательность и то, что художник работал над каждой картиной долго-долго-долго. Самым громкославным мастером цветочного натюрморта, а также фруктового натюрморта и прочих натюрмортов был тогда Ян Дехем, который работал сначала в Голландии, а потом большую часть жизни во Фландрии. Он был знаменит, успешен, обучение у него стоило 200 гульденов. Я говорил тут о ценах, так что прикиньте. И вот, чтобы увидеть путь живописи, хорошо будет сравнить его картину с Лутгером Том Рингом и с Босхартом. Посмотрите, как изменилась живопись за 100 лет. Приведенная картина Дехема из Мауритсхейса, и там детали, детали, детали. Богато, 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 ах, 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 шмель мохнат. Видны косточки в прозрачных ягодах крыжовника и белой смородины. Дрожит пыльца на тычинках. Видно строение усиков махаона. Чтобы изобразить листья, траченные гусеницами, колючки, жилки-перепонки у шмеля и прочее перечисление миниатюрностей, живопись сдвинулась в графику. Колорита, то есть организованной цветовой системы, нет, то нам как способом выразительности Дехем тоже не играет, но отдадим должное. Ничего из картины не вырывается, не вываливается, а картина, ох, сложная. Молодец, Дехем. Красочный слой солидный, непрозрачный, тут много работы. Мотивы, которые были уже у Босхарта и прочих ранних, у Дехема утончённее, разнообразнее и гораздо больше. Но главная задача та же, составить картину из десятков тщательных фрагментов и Дехем хорошо справлялся. Картина Дехема сбалансированная и сходу такой холст не напишешь. Для того нужны и умения и традиция. И вот несколько деталей. Отражение блик, куда уместились переплёт окна мастерской, небо, облако и предметы на подоконнике. Блики такие полюбились многим голландцам, но Дехем делал блики миниатюрнее и игрушечнее. Тот же переплёт окна виден на бликах черешни. Ягоды ежевики разной степени зрелости и разного цвета, каждая костянка вылезана. Больные листья с разнообразными дефектами. При всём натурализме это не натура. У Дехема цветы и фрукты тоже из разных времён года. Это калаш из зарисовок и готовых решений. Калаш со всеми минусами и плюсами такого подхода. Например, на эскизе ежевику художник когда-то зарисовал без плодоножек. Поэтому и в картине, которая на основе эскизов, плодоножек нет. Чепуха, скажите вы, а вот нет. Можно проследить за мыслях художника. Главное в картине реализм, но реализм понимается как куча мала из десятков верных фрагментов. А больше художнику не важно. Реализм, кстати, вполне гламурный. Розы, да и многие цветы выглядят сахарно-сиротными. Художник традиционно улучшал натуру, делал её идеальной, усовершенствованной, а главное привычной для публики. Когда же художник пишет испорченные подгнившие цветы, листья, ягоды, они подгнивают у него идеально. В общем-то, правильный подход. Картина ведь не документ и не слепок с природы. Жаль, что фотошоп почему-то всегда поворачивает в гламур. У голландцев цветочная картина это не иллюзия даже, а чудо, чтобы восхитить покупателя. Для того и выписан с безумной тщательностью весь этот парад аттракционов. Дальше Дехэма в иллюзионистском направлении идти уже невозможно. Достигнув определенного уровня, тщательность картинки уже не улучшится. Приведу еще букет Дехэма, так как по одной работе трудно составить представление. Вообще эти мастерские букеты были дороги. В конце 17 века изображения цветов с фруктами, а еще с битой дичью стали модными. Хоубракен приводит рассказ, что за цветы, обрамляющие медальон, где другой художник позже написал портрет Вильяма Третьего, Дехэм получил колоссальную сумму в 2000 гульденов. Букеты Дехэма уже не плоские, а объемные. Они, мне все же не интересным искусством, а ловким и вызывающим удивление фокусом. Скажем, если кто-то сделает натурористический букет из фарфора или даже из цветного пластика, я тоже воскликну, ух ты, но искусство ли это? Хорошего и дорогого искусства без плохого и грошового не понять. И вот поэтому я выберу несколько букетов, чтобы показать весь рынок цветочных натурмортов. Якоб Маррел ученик и дешевый вариант Дехэма изготавливал тюльпанные книги, вроде альбомов знаменитостей, где были акварелью, изображены самые дорогие и чудесные тюльпаны. Картины же его, ну, если у Дехэма цветы как тонкий фарфор, то у Маррела толстый. У меня ощущение, что Дехэм старался свои стикеры расположить ловко, а Маррел просто шлепал их побыстрее. У Дехэма был кураж выписать детали виртуозно, чтобы частично съеденная осой виноградина истекла соком, из мякоти показывались косточки, а края кожицы были чуть обветренны. Это картина с гирлянды фруктов и цветов Мауритс Хейси. У Маррела никакого задора и никакой идеи, кроме как заработать. А так как зарабатывал он скромно, то и старался вровень с заработку. Вот для примера два увеличенных фрагмента Дехэма и якобы Маррела, мастера и его ученика. Что лучше? На мой взгляд, ни там, ни там, ничего для души. Довольно далеко отстоит от того, что называют живописью и что мне нравится, но другим уже нравится. И там и здесь речь идет о трюкачестве. Трюкачество Дехэма гораздо более убедительное. Эх, показывать картины разного качества хорошо в музее, а тут неудобно и будет не совсем понятно, не совсем ясно. Я лучше покажу розы разных художников. Роскошную Дехэма роза роза якобы Маррелла. Роза подешевле, провинциально старательную Абрахама де Луста и дальше тоже по не спадающей. Вот роза кисти неизвестного художника середины 17 века. Это такой дешевый Маррелл, еще небрежнее, а вот еще хуже качеством. Это Бартолонеус Астайн, тоже считающийся эхом Дехэма. Но бывали и еще дешевле. Например, монограммист Джей Эф, который работал между 1625 и 1660 годом и, возможно, жил в Харвине. Эта роза небрежнее и дешевле всех. И вот она на картине. И что еще можно увидеть на примере наших роз? Ко второй половине 17 века мастерство достигло такого уровня, что многие могли писать на уровне Дехэма, если они находили клиентов, готовых платить. Вот Абрахам Миньон, тоже подражавший Дехэма, успешно подражавший. А вот фламандец Николаес фан Феррендал, не такой известный, родился в 1640 и умер в 1691 году. Смотрите, какой у него роскошный цветок. Он написал его, когда ему было всего 22 года, отлично написано, но и показывает, что ремеслу просто научиться. Вот искусству научиться трудно. Попробуйте рисовать как Дюрер и вряд ли у вас выйдет. А для таких роз терпеливо сидите за Мольбертом и у вас получится не хуже, чем у Дехэма. В этих розах мне было интересно, что самые знаменитые художники и крепкие середники в общем-то писали довольно похоже и одинаково. Я говорю про качество, про тщательность, про затраченный труд. Ну, а дешевые цветы, они исполнялись быстро и не очень умело, это понятно. А вообще, можно ли писать цветы интересно? Можно, но к этому пришли не сразу, а, на мой взгляд, только в конце 19-го и начале 20-го века. Именно тогда стандартность взгляда у лучших художников стала исчезать. Хорошо получалось у Ван Гога, Врубеля, Петрова Воткина, много у Бонара, Грабаря, Джорджио Киф. Правда, букеты опять губили всех, поэтому лучшие картины этих художников это цветы в садах, ну, или на воде, как у Клода Моне Лили. Так или иначе, но запрограммированность была преодолена. И на это ушло несколько сот лет. В 17-м же веке от шаблона уклонялись немногие. И иногда, иногда это получалось. Вот, например, Симон Феррелс «Натюрморт с яблочным цветом». Цветы и зелень, освещенные сильным солнцем. И цветы это не какая-то чудесная экзотика, а обычная яблоня, которую можно было писать и рисовать с натуры. Тут и смелость, и манера, и композиция нескучная. К сожалению, краски сильно выцвели, но все равно меня впечатляет. Вот единственная известная на сегодня работа живописца из Дордрехта Си Ван Дер Ратт. Больше про него ничего не известно. Зелень у него сильно посинела. И тут не только обычная радостная пестрота, а композиция нескольких цветовых пятен. Вот еще цветы. Хотя они цветы вовсе, а картинка обманка, изображающая картину с цветами. Франц Демирес написал занавеску, а букет Адриан Вандерспелт. Заметьте, как картина с цветами изящно изображена потемневшей, и цветы оттуда не спорят с блестящей тканью. Есть еще картины, показывающие, вернее, намекающие на какой-то иной путь, иное направление, куда могла бы свернуть голландская живопись. Но она туда, увы, не свернула, а продолжала создавать выдуманную красоту, которая так нравилась голландской публике, а сейчас, увы, поблекла. Цветы писать трудно. когда садовые цветы находят место в нашей современной комнате, они оказываются самым ярким пятном, и мы говорим про наш современный мир, который полон анилиновыми красителями. Вообще, если приглядеться, яркость живых цветов удивительна. Например, сидишь в кафе, и где-то поодаль у женщины виден букет белых цветов, а хроматических. И вот если прищуриться, чтобы сюнет не лез в глаза, а видеть только сочетание тона, вдруг замечаешь, что этот белый самый яркий во всем городе. Ходят люди в белых футболках, что-то белое стоит в дальних витринах, на столах белый картон или бумага с меню, белые чашки с кофе, а цветы ярче всего. Как это изобразить? Это настоящая задача для художника. Фотография с этим не справится. Может быть, при помощи фотошопа и можно будет что-то сделать, но на это уйдет столько времени, сколько уйдет у художника настоящего, если он будет писать масляными красками. Это одна из многочисленных задач, которые художник может перед собой поставить, если он решится писать цветы. Большинство же голландских художников в основном ставило перед собой только одну задачу. Написать роскошный светофор, тот самый иконостас, где много-много-много-много-много-много разных ярких пятен. И все. Именно отсутствие у каждого художника своей личной художественной цели обрекло живописцев создавать одинаковые картины. Тем не менее, лучшие из голландских цветочных натюрмортов исполнены мастерски. И если не обременять себя лишним знанием про другие букеты, они вполне могут радовать глаз. Это качественная декоративная живопись. Если бы мне предложили картины на выбор, то я для столовой взял бы раннюю, написанную в первом десятилетии 17 века. Их не так много, и, может быть, поэтому сейчас они кажутся наивными, менее стандартными, и, если не копаться, не разбираться в истории искусств, могут сойти за живые, нарочно сделанные стилизации. Позднее, где явлено мастерство, кажется скучноватыми. Увы. Итак, это видео было про задачи художника. Какая здесь мораль? У художника должна быть какая-то цель, задача художественная. Просто так писать, рисовать получится глупо, неинтересно. И вот когда в нескольких работах достигаешь желанного, то тогда надо ставить новые цели и уже пытаться допрыгнуть до них. Поэтому сейчас живопись это творчество и искусство. Но так было не всегда. Спасибо за внимание. И до следующих встреч. До